А теперь я слово передаю Дмитрию Нечаеву прямо сейчас рубрика «Колонка главного редактора». Здравствуйте, в студии Дмитрий Нечаев, это «Колонка главного редактора». Давайте вместе вспомним, проанализируем, переосмыслим основные события 2-й апрельской недели. Сегодня мы в большей степени поговорим об экономике, но начну с печального события, которое нельзя обойти стороной. 6 марта после продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Жириновский. В начале февраля его госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Все мы помним об этом. ЛДПР тогда опровергало все сообщения о критическом состоянии политика. А 21 февраля в партии вовсе заявили, что он идет на поправку. Но вот оказалось не так. Это был, безусловно, яркий политик, как сказал о нем спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин, человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Но с этим, как говорится, не поспоришь. Теперь к другим не менее глобальным событиям, как я уже говорил, в сфере экономики. Доллар. Он, как известно, сильно, очень сильно просел по отношению к рублю. Ну а цены? А вот с этим что-то пока не очень. Тут даже такая шутка родилась про наше с вами время. Люди говорят, что если ничего не покупать, то цены у нас в принципе нормальные. Многие сейчас недоумевают, почему, когда доллар растет, растут и цены. Когда доллар падает, а цены все равно растут. Так кто виноват в инфляции? Вопрос актуален сегодня, как никогда. В конце февраля, начале марта биржевой курс доллара доходил, как мы помним, до 120 рублей. Ну а товары тут же подорожали. Но вот сейчас американская валюта упала ниже 80 рублей, то есть почти до прежних значений, которые были до спецоперации. Давайте разберемся. Эксперты объясняют, что инфляция в России не обусловливается исключительно курсом доллара. В настоящее время на цены сильнее всего влияют санкции, из-за которых возникли перебои с поставками из-за рубежа. В такой ситуации покупатели переключаются на отечественные продукты и товары, создавая повышенный спрос при этом. Ну а это всегда приводит к росту цен. Отдельные эксперты выделяют искусственно созданный спрос. Речь идет о том, что люди стараются закупать впрок на фоне паники. Помните, мы об этом рассказывали в наших сюжетах. Продавцы в этом случае придерживают товары, рассчитывая продавать их позже по более высоким ценам. Ну это понятно. А вот что будет дальше? Вот это пока прогнозировать сложно. Но скорее всего более серьезные последствия санкций будут видны через 2-3 месяца, когда иссякнут запасы импорта на складах. Но надо сказать, что если сейчас оперативно не наладить поставку товаров из других стран, то может возникнуть дефицит. Ну а вместе с ним и, конечно, новый сильный рост цен. А вот теперь еще об одном важном событии в сфере финансов. Это касается каждого из нас. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года аж на 300 базовых пунктов, а именно до 17% годовых. Но нас смотрят не только экономисты, поэтому я поясню, что ключевая ставка – это минимальный процент, под который Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и под который готов принимать средства на депозиты. Так вот, ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели в 2013 году как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло, как вы помните, при переходе к режиму таргетирования инфляции, ну а проще говоря, стабилизации цен, ну и также для повышения прозрачности в финансовой сфере. Так вот, сейчас внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. И риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, так считают Центральные банки. При этом процесс корректировки ставки не останавливается, и 29 апреля состоится очередное заседание, на котором ключевая ставка снова может быть пересмотрена, ну и, конечно, скорее всего, в сторону снижения. Я думаю, процентов до 14-15. Так что те, кто успел разместить свои сбережения под более высокий процент, те молодцы. Но, как говорится, не все коту масленица. Долго это продолжаться не может. Об этом, кстати, предупреждали экономисты в наших программах. Ведь с одной стороны люди несли деньги в банки под высокую ставку, а с другой банкам некуда их сейчас размещать. Рынок первичного размещения встал. Спрос на кредиты, за исключением льготных и потечных, попросту обвалился. И вот такой резкий подъем ставки был экстренной и действенной, но кратковременной защитной мерой он позволил в короткие сроки стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Однако надо понимать, что высокая ставка сдерживает не только желающих покупать доллары, но и экономический рост. Ну а для рубля решение Центрального банка, скорее всего, станет поводом, как минимум, замедлить процесс укрепления. В целом о перспективах отечественной экономики на днях довольно понятно высказался премьер Мишустин. Он сказал несколько важнейших, на мой взгляд, вещей. Первое. Шапка закидательских настроений в правительстве нет. Мы знаем, что делать и как выполнять поручения, данные нам главой государства. Надо сказать, здраво. Второе. Экономике нужно время, чтобы перестроиться. Хотя бы полгода при таком ударе. Любые предложения по делу принимаются, рассказал депутатом Госдумы Михаил Мишустин касательно адаптации к санкциям. Ну что ж, это тоже справедливо и, надо сказать, объективно. Третье. Премьер напомнил, что правительство принимает все возможные меры для поддержки предприятий, созданных новых производственных цепочек и поддержки занятости. Это тоже логично и правильно. Отдельно Михаил Мишустин остановился на импортозамещении. Это резонно и просто жизненно необходимо. И об этом мы тоже рассказывали и будем рассказывать в наших программах. То дело такое, как говорят народе, кто первый стал, того и тапки. Нам нужно браться за дело. Давно уже пора. Нам надо понять одно. Мы не должны ждать милости от Запада. Не должны надеяться, что он нас простит, жалится, облагодельствует. Этого не будет. Не будет никогда. Мы должны брать инициативу в свои руки. Тогда все у нас получится. Все у нас будет. И унижаться ни перед кем не придется. Это была колонка главного редактора. В студии был Дмитрий Нечаев. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова